What's your name? Winnie Winnie Yeah Like a Winnie Pooch? Yeah Really? Посмотрите, если вы хотите, если вы хотите 10 часов, вы можете подниматься Смотрите, что у него на спине написано Baby girl Вот, собственно, так выглядит конференция изнутри Хочу вас познакомить с очень крутым проектом, который закрыли пресел за 20 секунд Hi, Robert Ребята, сегодня идем в новое место, называется Altitude В общем, ребята, мы сейчас сняли офигенное интервью Это Мигель, мой друг, он ведущий про блокчейн, рассказывает очень много интересных вещей Кстати, вы на английском? Спасибо Это все в английском И, конечно же, подписывайтесь на Александр Кондраша Мы только прилетели из Бали, прошло 2 дня и снова улетаем в Сингапу Аэробус А350-900 Новый Сэмтик На таком мы еще не летали И мы первые, кто его протестирует Ну, как, не первые, но я первый раз ничего на таком Ром, ты на таком летал? Я уже первый раз Что ты ожидаешь сейчас увидеть? Яжда охренеть О, бухари, да? Бухари Посмотрите, что у тебя на талончике написано Экономия глаз О, бизнес здесь прикольный Ром, как тебе бизнес? Ром, ты смотришься в бизнесе, когда мимо проходишь Ну, у меня, знаете, еще какое восприятие Как будто я пришел и мне сейчас массаж будут делать Спасалон, да? Да, потому что они все ходят в этой форме, похоже, как будто в спасалон попал Запах, кстати, да, как в спасалоне Да-да-да, пахнет Ногами Вот две Добро пожаловать в Чанги Аэропорт, конечно, огромный Это был один из самых сложных полетов за последний год, наверное Потому что с нами ехало двое детей, двое родителей И они детей своих вообще не воспитывают Все 10 часов, в которые мы летели, ребенок плакал Бедный ребенок, я еще не понимаю, как может что-то плакать Родители просто молчат Они просто забили и все Ну, а здесь, смотрите, просто сад Иди пописай, Род Мы сейчас едем и реально похоже, как будто в Лос-Анджелесе в Беверли-Килле В общем, мы приехали Сейчас посмотрим, что тут ребята арендовали Какой-то пентхаус Огромные апартаменты Там пять спальни Примерно 30 градусов Она в шапке Почему? Она сделала пластику В общем, мы пришли Вид на новое здание У нас есть спальня У нас есть туалет Еще одна спальня Еще одна спальня Ну и, конечно же, первым делом мы приехали в Marina Bay Вау, 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 вау Честно говоря, на фотках поприкольнее выглядит, да? Да, ну вот нормально там Пошли посмотрим, что здесь творится Дух-да-да Дух-да-да Вау Это забрендировали всю стену, это круто. Ребят, вот, собственно, так выглядит конференция изнутри. Круглые столы, все стоят, общаются, и мы сейчас тоже постараемся вас познакомить с самыми интересными проектами, которые здесь представлены. Ребята, нашел очень интересный проект. Итак, знакомьтесь, это World Wi-Fi. Илюк, привет. Я понимаю, он связан с девчонками каким-то образом. Нет, с девчонками он не связан. Девчонки просто влюблены в этот проект и стараются нам помочь. На самом деле, все очень просто. Мы делаем бесплатный Wi-Fi, бесплатную Wi-Fi-сеть во всем мире. Мировая Wi-Fi-сеть, она вообще-то уже построена. Все, что нам нужно, это организовать эту сеть. Как мы это делаем? Очень просто. У нас есть платформа, подключаете к ней роутер. Роутер начинает раздавать вторую Wi-Fi-сеть. Она отделена от домашней. Но все те, кто к открытой сети подключаются, увидят рекламу. А владелец роутера непосредственно с этой рекламы заработает. Причем напрямую от рекламодателя. Поэтому мы делаем простую реферальную систему. Она элементарная. Подключиться можно только по рефералке, по инвайту. После того, как вы подключились к тому, кто вам дал инвайт, вы будете платить 25% от дохода вашего роутера. На входе, естественно, ничего платить не надо. Все абсолютно бесплатно. И у вас тоже есть инвайт-ссылка, которую можете раздать любому количеству людей. И будете на постоянной основе получать 25% от дохода уже их роутеров. Естественно, вся эта история должна откуда-то начаться. И тем, кто на ICO заходит не менее чем на 15 тысяч долларов, мы даем первые реферальные ссылки, про эмиссию с которых никому платить никогда не нужно будет. Поэтому, если вы телеком-оператор и хотите закрыть бесплатным Wi-Fi вашу страну, то, пожалуйста, вам достаточно 15 тысяч долларов для того, чтобы начать это делать. Скажи, пожалуйста, сейчас это работает? Можно где-то применять? То есть я могу сейчас на свой модем скачать прошивку и просто потестировать? Ну, поскольку токен мы не выпустили, он после ICO будет роздан на кошельке, сейчас это работает в обычной фиатной экономике. У нас есть два действующих бизнеса. Один из них – Радиус Wi-Fi. Продает ходспот решения. В сети йога-центров мы давали кнопку «Заказать доставку веганской еды». И видели там 6% конверсии. Все это протестировано, все это работает. В среднем роутер, который где-то в московской застройке находится, генерит порядка 40 рекламных показов в день. Средняя стоимость показа – это где-то от полутора рублей. При этом здесь мы конкурируем не с диджитал-рекламой, а с тем спамом, который по ящикам распихивается. Его просчитать конверсией невозможно. Ценник на него космический. Лиды дорогущие. Вот так должен выглядеть хороший ICO-проект. Скажи, пожалуйста, самый главный вопрос. Ну, картинку мы красиво показали, идею тоже рассказали. Есть какая-то халява для подписчиков? Вот они любят бонусы, рефералки, там, ссылки. Давайте плюс 5% бонуса на пресейле. На самом деле очень правильно, что много не дают, потому что когда даешь большое количество по рефералке, люди потом сливают. Когда на биржу выходят монеты, люди тупо фиксируют прибыль и тем самым очень сильно вредят компании. Моя рекомендация – больше 5% процентов. Ребят, вы, конечно, не обижаетесь, но это неправильно давать. Я вижу, что у ребят все правильно настроено, они понимают, что такое ICO. Есть хорошая команда, красивые девчонки. В общем, все, спасибо. Ребята, смотрите, кого я встретил. Это юрист, который занимается Марк Спейсом. У меня с ним было интервью на канале. Хей, цей хай. Хелло, everybody. Ни хау. Спасибо. Вообще, ребят, идем на вечеринку, которая на 75-м этаже. С такими веселыми людьми. Хеллоу. Это Мигель, если что. Никто не поддержал. Ребят простые. Просто болтонщики обычные. Добро пожаловать в блокчейн форуме в Сингапуре, который очень жаркий, как вы можете видеть. Денис, как дела? Ты на каждой конференции бываешь? Да, да, а у нас роуд-шоу, оно везде, поэтому я должен быть везде. Сегодня мы в Сингапуре, позавчера были в Сеуле. Но мне нравится твоя работа. Правда, спасибо. Мне тоже нравится. Это инвесторы? Да, очень большие, крупные инвесторы из Сингапура, да. Инвестировать в свои улыбки, красоту и хорошее настроение. Не, на самом деле классная конференция, превзошла немного пока мои ожидания. Так, а девчонки чем занимаются? Это наша промо-команда. Ребят, сейчас я вам покажу небольшой бэкстейдж, как работает Rush Today. Вот, примерно вот так. Сейчас просто сделаем уже классный бэкстейдж и стендап, и это будет очень весело. Давай. Это, кстати, я придумал. Ребята, сейчас будет эксклюзивное интервью с президентом, с экс-президентом Мексики. Чувствую себя прям дрожь по телу. Прикольно, мужик его все облепили, не дают с ним спокойно поговорить. Бьешь в президенте. Самое главное не опасаться. Синьор Фокс, очень рада вас видеть на блокчейн-форуме. И, наверное, как многие, вы можете согласиться, что это будущее. Что именно вас так заинтересовало в крипто и блокчейн-технологиях? Потому что я хотел больше узнать о блокчейне. Я понимаю, что реагировать нужно быстро. Ускорение, блокчейн. Это будущее. Ребята, на этой конференции я познакомился с уникальным человеком. Его зовут Рикки. Он инвестор. Возглавляет фонд, который называется Криата. И у него для вас есть наикрутейшая идея, о которой он сейчас сам расскажет. Окей. Знаешь, мы действительно увидели много всего интересного на этой конференции. Но я уверен, что у многих просто нет возможности попасть на ICO. Они не могут себе этого позволить. Но чаще всего это очень талантливые ребята со всеми техническими навыками и так далее. И мы хотим это поддержать. В нашем проекте Криата мы спонсируем такие проекты. Даем им возможность выступить на протяжении 4 недель, 1 проект каждую неделю. Потом участвовать в финальном шоу-конференции, где мы все, как судьи, сможем выбрать победителя. И у этого человека будет шанс выиграть 250 тысяч долларов на свой проект. В общем, ребята, коротко перескажу, что вам нужно сделать. Если у вас есть крутая идея или проект, который вы хотите вывести на ICO, вы должны записать видео-презентацию проекта от 1 до 3 минут, прислать ее по ссылочке в описании. Рики лично отберет 4-х человек, то есть каждую неделю будет выбираться 1 человек, который приедет на конференцию, где лично встретится с Рики. У этих 4-х людей, 4-х победителей, будет уникальная возможность перестать перед сотнями инвесторов, а также других компаний, так сказать, засветиться на весь мир. И один из них станет победителем, в которого Рики лично инвестирует четверть миллиона долларов. Мне кажется, это очень крутой шанс прославиться на весь мир, создать свой проект, вывести его на ICO. Поэтому, если у вас есть какие-то крутые идеи, обязательно пишите, ссылочка будет в описании. Спасибо, Рики. Спасибо, будет интересно. После конференции все встречаются в пабах, в ресторанах, в кафе и продолжают работать. Целый день ты общаешься по работе, нетворкинг. Если честно, от этого очень сильно устаешь. Вообще, очень интересно. Много классных проектов, о которых я вам старался рассказать. Завтра еще один день конференции, но, скорее всего, мы на него не пойдем, потому что хотим поснимать про сам Сингапур. Утром мы на лодке постараемся походить и посмотреть близлежащие острова. Вообще, Сингапур очень нравится тем, что здесь чисто, невероятно красиво, очень много зелени и в то же время полно дорогих автомобилей. То есть, это не похоже на Таиланд, это не похоже на Бали. Это какой-то свой уникальный мир. Такой, он больше на Америку похож, очень похоже на Лос-Анджелес. Смотрите, здесь везде Ламборгини. Ребята, сегодня идем в новое место, называется Altitude. Тут высота, опять какой-то пар, который находится высоко в небе Сингапура. Ребята, посмотрите на это. Это просто космос какой-то. Да, посмотрите, сколько кораблей. Вот эти все огоньки, это корабли. Вау, вот это вообще огонь. Саня, ты многое пропускаешь. Ребята, привет. Привет, сегодня камерамен. Мы сегодня переехали на остров Сатоши и сделаем экскурсию на санкаросудной яхте. Вокруг острова покажем вам красивые виды, архитектуру и много всего класса. А зачем эта охрана, да, тут? Да, охрана очень серьезная. Тот, кто говорит, что санкаросудская армия, это фигня, не проходила у них там высадку в джунглях. Бедняки, например, армия обязательно для каждого мужчины. Каждый год у них призыв на две недели, ты отправляешься в резервисты или нет. Обучение проходит практически как будто. У нас выбрасываются вертолеты в джунгли. Любое живое существо, на которое вы натыкаетесь, вы либо должны его убить и сожрать, либо просто сраться. Да, ваша льда. Мой начальник уже рассказывает мне, что один раз он засунул ногу в тупло, оттуда высунулся старовучий питон, оббил его, и они вчетвером тупасили его в туплое, пока не убили его. Вот коварик, капец, скорость кулы. Смотрите, какое оно засадание в плане с ней. Давайте, Алексей, расскажите нам про пиногриджи. А, нет. А, есть несколько красотов? Пинограда, который я высоко отсидел. Один из них, этот пиногриджи. Ну, кто спит? Че, Сань, как, выспался? Да. Ну вот и третий день конференции. Ребята, всем привет. Я сейчас нахожусь на конференции с Мико Мацуморо. Это один из владельцев самого большого криптофонда. Мы его спросили, что же происходит с биткоином, насколько люди паникуют, что делают. Он говорит, вы все делаете неправильно, нужно сейчас, в данный момент заходить на рынок. Это абсолютно здоровая коррекция, это очень хорошо, что дается такая возможность купить подешевле. Я спросил, покупает ли он биткоин. Он сказал, нет, я инвестирую в ICO, я нахожу новые крутые проекты и помогаю им. Поэтому не паникуйте, биткоин корректируется, это абсолютно нормально. И он говорит, что недавно он рос как стенка, высоко вверх. Это абсолютно нездоровый рост для биткоина, поэтому он очень рад, что открылось второе дыхание в крипторынке, в блокчейне, и вы можете в него зайти. Жидкий азот, мороженое в нем растает. Странная штука. Ребята, хочу вас познакомить с очень крутым проектом, который закрыли пресейл за 20 секунд. Мне кажется, это новый рекорд. В общем, сейчас обо всем все сами узнаете. Привет, Роберт. Привет, как дела? Я как цел фейстера и наша компания очень гордимся нашим новым рекордом за 20 секунд 10 миллионов долларов. Спасибо. В общем, ребята, я успел, успел в эти 20 секунд, так как я был в white list, и один из первых узнал про этот проект, поэтому мне удалось инвестировать. Правда, всего лишь три эфира, я уже об этом очень сильно сожалею. Say more about your product. Мы компания технологий компьютерной визуализации. Мы создали продукт, который уже сейчас работает. Мы первые, кто соединили распознаваемость лиц с датамайнингом и фармкомпьютингом. И, сделав это с фармкомпьютингом, мы раздали наш ресурс для майнеров, тем самым делая нашу технологию доступной по цене для всех. План действий, да, это очень важный момент в нашем проекте. Это не просто рандомные ICO, но сложность плана и туда, куда мы идем, просто невероятно массивная. Как мы можем устранить мошенничество в публичных казино? Как мы можем предотвратить домогательство в школах? Терроризм? Как мы можем верифицировать и распознать объекты и лица в микрофинансовых линиях? На все это у нас теперь есть ответ. Да, конечно. Люди в нашей команде являются в топе профессионалов индустрии. Почти на всех трекинг-сайтах можете зайти на наш сайт и посмотреть по трекингам, где кто из нашей команды по опыту и статусу в мире ICO. У нас 4 человека точно в топе. И при этом 15 сторонних топовых аналитиков сейчас разбирают нашу белую бумагу. Они, естественно, не в нашей команде, так как это запрещено. При этом они четко сейчас изучают наш продукт, нашу команду и наше видение. Роберт, вы можете получить бонус для моих подписчиков? Конечно, мы сделаем ссылку для ваших подписчиков. Наверное, будет вот примерно здесь, да? Спасибо. Было приятно с вами пообщаться. Ну вот и третий день конференции подошел к концу. Что я могу сказать? Побывав на второй уже конференции, все более и более изучая людей, которые участвуют в этом, технологии, проекты, могу сказать одно. Это однозначно будущее. Никто не паникует даже на такой просадке, как практически в три раза. И это так называемая здоровая коррекция. Старайтесь держать свои активы и продавать тогда, когда они в плюсе. Просто можете не открывать свой портфель какое-то время, если для вас это такая нервная вещь. Я не буду снимать чисто про криптовалюту, потому что все-таки канал у меня был изначально про путешествия, про подводную охоту и вообще в целом про мою жизнь. Но блокчейн врывается настолько сильно в нашу современную жизнь. И буквально через полгода, через год, каждый, абсолютно каждого человека затронет именно эта технология. В принципе, наверное, во всей повседневной жизни. И я уверен, что сейчас будет YouTube такой совершенно новый, в котором вы за просмотры будете также получать часть денег. Мне кажется, это очень круто. В общем, в заключении хочу сказать, что изучайте технологию блокчейн, развивайтесь. Не надо говорить о том, что это пузырь, ведь криптовалюта это лишь малая часть. Это самое простое, что придумали на блокчейне. И не обязательно заниматься криптой. Достаточно изучить, насколько эта технология уникальна и посмотреть какие-то другие проекты. Может быть, вы сами сможете придумать проект и на этом хорошо заработать, при этом сделать что-то в этой жизни. Видите, как прикольно? Такое впечатление, что мы в Нью-Йорке где-то находимся. Да? При этом сделана как будто церковь, это вход в метро. Либоскребы, все в рекламе, светятся. Барчики все пьют пиво, сидят. Хочу познакомить с Тони. Он очень крутой трейдер. У него есть блог на Ютьюбе, 50 тысяч подписчиков. И вся Америка... Тони. Все мои мельканские друзья. Да, вся Америка его смотрит и следует за ним, что он покупает. Я ему говорю, Тони, что будет с битком? Он говорит, я жду 1300 за биток, и потом на ракете на Луну летим. Человек ни разу почти не ошибался в своем ежедневном прогнозе цены биткоина. Да, посмотрите, падает дип. Биткоин сейчас падает. Я ожидал, что он перевернется от 7500. Перевернулся, но долго не подтянулся. Сейчас 5000, может быть, его поднимет. 3000, может быть, поднимет. 1300, 100% его поднимет. И потом что? А потом 20 тысяч, 2550. И давай, дизайнеры! Саня, мой товарищ, которого, наверное, я когда-то знал после жизни. Мы на одном познакомились, но мы сделали очень классный крывок возможности делать самый интересный контент, потому что это будущее. И мы это сделали. Мало того, что мы дали имя Красного Пинца, мы еще и получили медийную награду от Латокина. От Латокина конференция, конечно, потому что мы были одна из самых, как сказать, активных и в то же время заинтересованных медиа этим мероприятием. Только потому что, друзья, на таких мероприятиях есть шанс строить будущее. Смотрите, половайте, делайте выводы. Кстати, ребята, угадайте, что это за машина? Это Toyota. Это Toyota, чувак. Это премиум класс. Toyota для Азии только делают. Это азиатская тачка, она круче, чем 222 Мерседес. Поехали, пойдем в номер. Пойдем в дорогу. Нет, она не круче, сориан. One, two, three, four, five, six, seven. Я заметил, что здесь во всех такси очень прикольное оформление автомобиля. И сейчас я покажу, что есть в этом автомобиле, потому что каждый водитель как-то старается украсить свое авто. Вот, например, у чувака есть фигурка из Star Wars. Потом, потом, у него есть вот такая вот штучка на удачу. Потом, смотрите, смотрите, здесь какие-то вкусняшки висят у него, какие-то запашульки. Все в порядке, мы с ним все решили. Видите, очень много всяких прибамбасиков, которые просто вот, ну, видимо, приносят удачу. В общем, ребята, сейчас нам нужно переехать в международный аэропорт. В общем, шаттл-бас. О, есть шаттл-басы даже. Вот, да, как раз. Суварнбхуми называется. Вот она туда. Да. Gate 5. Ребята, мы сейчас только что встретили блогершу из Сингапура. What's your name? Winnie. Winnie? Winnie. Yeah. Winnie. Winnie. Like a Winnie Poo? Yeah. Really? How many subscribers do you have? I'm not using YouTube. Instagram. Instagram. Okay, Instagram. How much? I think it's 31.3 тысячи. 31.3 тысячи. Ah, 30 тысячи всего, да? Да, да. Okay, what you're doing in Thailand? Shopping. Shopping? Wow. Посмотрите, что у него на спине написано. Baby girl. Представляете, как он на платьишке стоит? Я хочу, кстати, сказать, что мы... Я могу сказать, что мы женаты? Да. Ну, не на другие, я имею в виду, но как бы... Я х**а вашу, б**ц. Поэтому... Извините, ребята. Мы просто это делаем... Да, да. Ради контента, да? Именно. Да. Посмотрите, ради контента вот на это вот. Понимаете? What do you do aside from Instagram? I'm a pianist. You're a pianist? A pianist? Yeah. Wow. У него ногти под айфон, короче. Сувороский. How much does it cost to make manikure like this? I got this one set around 100. 100 dollars. Yeah. Singapore or US? Singapore. 100 dollars. $7. $7. $7. Yeah, you know about Bitcoin? Yeah. My mom has it, but... Your mom has Bitcoin? Yeah. Сингапур настолько страна будущего, что девочка в 19 лет знает, что такое биткоин, знает, как его потратить. И еще и мама имеет несколько биткоинов, я думаю. Что еще хочу сказать. Многие из вас пишут в комментариях, что я задолбал пиарить крипту, по МММ, там и прочее. Ребят, чтобы вы понимали, я в названии всегда пишу, что выпуск про криптовалюту, то есть это сразу видно. Соответственно, вы можете просто не смотреть такие выпуски, но я хочу, чтобы вы понимали, что такая поездка на конференцию, допустим, вам входит в несколько десятков тысяч долларов. И ту информацию, которую я получаю там, вы, в принципе, я думаю, что нигде не сможете, ну, если сами только не полетите на эту конференцию. То есть, возможно, инсайды, какие-то крутые проекты и прочее, прочее. Вы сами вряд ли когда-либо найдете. Вы получаете бесплатную информацию, на которую я трачу кучу времени и денег. Поэтому, если вам это не интересно, вы просто пропускайте выпуски такие и не смотрите. Кому интересно, тот найдет ту информацию, благодаря которой он сможет и заработать, и найти для себя что-то новое, может быть, в каком-то проекте поучаствовать. Самое важное, это правильно воспринимать информацию и использовать ее в своей жизни. А мы летим в Бангкок. Надеюсь, вам понравилось, и вы просто поставьте лайк. А дальше у нас, мы, скорее всего, полетим в Сан-Франциско. Будем ловить пираний. Да, кстати, с Мигелем летим. А еще сейчас мы строим новый аквариум, в который запустим 50 пираний. Да ладно, а они вернутся, ребят. С пираньями история не закончена. Ну что, наверное, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...